Конкурс профессионального мастерства своей профессии «Горжусь» – традиционное старейшее мероприятие Саровского медицинского колледжа. Из-за пандемии он не проводился два года, и вот, наконец, эпидемиологическая обстановка позволила собрать в актовом зале преподавателей и студентов учебного заведения. В этом году конкурс посвятили 60-летнему юбилею колледжа. Традиционно в конкурсе принимают участие лучшие наши выпускники, лучшие наши студенты. Конкурс в этом году состоит из четырех этапов. Первый этап называется «Соискатели вакансии». Ребята предварительно подготовили резюме, и вторая составляющая данного этапа – это прохождение видеособеседования с потенциальным работодателем. Второй этап назывался «Теоретики». Участникам предстояло ответить на каверзные вопросы ведущих и продемонстрировать знания по теории медицины, полученные за годы учебы. Третье – испытание «Золотые руки». Участники конкурса должны будут продемонстрировать и демонстрировать свои профессиональные компетенции. В этом учебном году мы решили дать на конкурс такую сложную манипуляцию, как технология заполнения системы для капельного внутривенного вливания с усложняющим элементом. Последний этап конкурса – самый значимый, не отложка. Участникам необходимо было оказать первую медицинскую помощь и определить, что случилось с пациентом. Нужно было показать умение работать в команде, грамотно задать вопросы, уметь взять себя в руки в критической ситуации. «Буду срочно вызывать врача. Нужно будет наложить ЭКГ, потому что подозрение на острый инфаркт миокарда». Николай Зайцев долго готовился к конкурсу, читал учебники и повторял пройденные за годы учебы. Как рассказал юноша, все медицинские манипуляции проходили на втором курсе и во время практики, так что практической части он не боялся. Вопросы теоретической части, на его взгляд, были довольно легкими, но требовали времени на размышления. «Наверное, каждый конкурсант поблагодарен, что ему подарили такую возможность, чтобы показать себя нашим преподавателям, директору, заучим, что все труды, которые они в нас вкладывали, это было не зря». Оценивали конкурсантов, в том числе представители потенциального работодателя клинической больницы номер 50. Когда-то они сами, будучи студентками медколледжа, принимали участие в этом конкурсе. «Мы очень рады, что нас пригласили в состав жюри. Мы также переживаем за участников, так же, как и они. Уровень подготовки очень хороший. Ребята все стараются, молодцы, конечно. В дальнейшем хотелось бы их увидеть в наших рядах уже в клинической больнице в качестве сотрудников, медсестер, медбратьев, фельдшеров». В результате победу в конкурсе одержала Екатерина Мигунова. Второй стала Анастасия Сазанова, Николай Зайцев занял третье место. Екатерина Апенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Субтитры подогнал «Симон»